Другого пути для себя и не видел. Капитан Ананик Манвелян из династии военных. Сегодня он гордость и родителей, и отечества. Служба для молодого связиста не тяготые лишения, а любимая профессия – родину защищать. Для нас очень важно обеспечить любое время, любой час, любую секунду на высшестоящем командовании связь своевременную, благополучную. Для меня работа на аппаратуре связи очень интересна. Мы готовы ко всем любым целям, задачам, какие бы они ни поставили нам перед нами. На торжественном собрании в честь Дня защитника Отечества, настоящие защитники Родины, получают награды из рук губернатора и командования 2-й гвардейской армии. В зале ветераны, герои России, военнослужащие Самарского гарнизона, сотрудники МЧС и правоохранительных органов, те, кто с честью выполняет свой долг перед отчизной. Среди награжденных и руководителя ансамбля «Волжские казаки» коллектив дважды выступал перед нашими военными в Сирии. Я благодарю вас, лично вас и правитель Самарской области за высокую оценку моего скромного труда, а также труда всего нашего коллектива, который побывал от Лиссабона до Гонконга и во всех горячих точках. И везде наши песни, наши народные песни, армейские песни и танцы, ну, ура, воспринимались нашими союзниками и нашими друзьями. Военная служба вновь стала престижной. Решается вопрос жилья для военнослужащих. Только в прошлом году Министерство обороны выделило около миллиарда рублей на квартиры военным в Самарской области. Очередь на получение жилья за пять лет сократилась в шесть раз. На укрепление обороноспособности страны работают самарские заводы, которые успешно выполняют госзаказ. Глава государства, правительство России сегодня делают все для того, чтобы наши вооруженные силы были современными, мобильными и хорошо оснащенными. Большое внимание уделяет социальной поддержке военнослужащих. Также Самарский оборонно-промышленный комплекс активно способствует укреплению обороноспособности нашего государства. После праздничного концерта глава региона встретился с ветеранами, поблагодарил их за активное участие в общественной жизни региона. В свою очередь ветераны отметили, какое внимание в Самарской области уделяется патриотическому воспитанию. В Самарской области, уже неоднократно говорилось, идет очень подразумевая активная работа по воспитанию молодежи и граждан в Самарской области в плане патриотического воспитания. Мы должны быть в одной команде с руководством области, помогать во всем делах. Сегодня меняется и отношение молодого поколения к военной службе, а в училище серьезный конкурс. И все больше медалистов и выпускников школ выбирают профессию военного. Марина Кравцова, Василий Калдашов. События. Марина Кравцова, Василий Калдашова. Марина Кравцова, Василий Калдашова, Василий Калдашова.